ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, с вами Инспектор Гаджет! Голос! А ты знаешь, какой сегодня день? Какой? День подведения итогов конкурса! Ну и обзоров, конечно же. Для тех, кто в танке! Для тебя, в частности! Повторяю, я просил запостить ссылки самыми тупыми, на ваш взгляд, гаджетами! Спасибо всем, кто откликнулся! Было много шлака, но были действительно тупые произведения инженерной мысли. Короче, будем разбираться по ходу выпуска. Голосище! Ты тут еще? А куда же я денусь? Действительно. Куда ты денешься, узник? HTC Touch Diamond 2. Мало кто станет спорить, что HTC король рынка коммуникаторов. А коммуникатор Diamond 2 очередной бриллиант в ее короне. Как заявляют сами HTC-шники, HTC Touch Diamond 2 воплощает новый подход к мобильным коммуникациям. Предельное упрощение способов, с помощью которых мы общаемся с людьми. Сам по себе аппарат ничего такого особенного не представляет. Мало ли сегодня коммуникаторов, сделанных под iPhone. Но девайс очень приятный и ухватистый. Чувствуется, что в ладони лежит вещь, а не китайская мыльница, как это бывает в последнее время, скажем, у Nokia. Все детали ладно пригнаны, корпус плотненький, единственный минус глянцевый, а следствие марки. Под экраном полосочка с делениями. С ее помощью можно быстро изменять масштаб картинки на экране. К недостаткам можно отнести отсутствие навигационной клавиши. Есть также главный экран. Вызывается по нажатию экранной кнопки с домиком или повторному клику на флажок. Он мало чем отличается от прежних версий Touch Flow. Полоска значков внизу и крупная картинка текущей позиции. В то же время в Touch Diamond 2 реализован новый подход к организации информации в машинке. Теперь все крутится вокруг людей, то есть записей в адресной книге. Собственно, она так и называется – люди. Система обеспечивает удобный обзор каждого контакта, выводя всю историю общения. Голосовые вызовы, текстовые сообщения, электронные письма. Удобно. Коммуникатор весьма шустрый, в отличие от первого Diamond. Тот откровенно тормозил на спецэффектах. Этот же почти летает. Видимо, сказывается мощный процессор Qualcomm MSM7200 с частотой 528 МГц. Размер экрана 3,2 дюйма. Разрешение VGA. При этом аппарат достаточно тонкий – 13,7 мм. На задней панели 5-мегапиксельная камера, имеется датчик положения в пространстве, GPS, Wi-Fi, FM-радио, датчик освещенности и прочие фичи, присущие высококлассным коммуникаторам. Аккумулятор 1100 мА в час. Вообще маловато для аппарата с большим экраном, но в реальной жизни он держится примерно 3 дня. Сегодня за HTC Touch Diamond 2 просят в среднем 18 тысяч рублей. Аргументы за стильный, хоть и минималистичный дизайн, хороший и крупный экран, полный набор фич и изюминок, а также оригинальный интерфейс. Против? Как любой сенсора фон, Diamond 2 моментально покрывается отпечатками пальцев, Кроме того, корпус легко царапается, нет навигационной кнопки. В общем, если где-то найдете тысяч за 15-16, берите. Если дороже, то лучше еще подумать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь непосредственно о конкурсе. Мои поздравления и Сприт-77. Ты абсолютно точно в пролете. Но все равно большое тебе спасибо за участие. И Сприт-77 прислал нам маечные барабаны. Ты знаешь, Сприт, это слишком хороший гаджет, чтобы называть его тупым. Голосулька, ты согласен? Ну, если честно... Вот и здорово. Замечательно. Ждем новых обзоров и объявлений результатов. Кому достанется Дарк Войт? Леново Idea Center C300. Наши друзья из тестовой лаборатории журнала PC Magazine Russian Edition провели тест нет-топов, включая Леново Idea Center C300. Сам по себе аппарат выглядит вполне мило. Бордовый корпус, веселая роспись под хохлому по нижнему краю, прямо по динамикам, которые скрыты там же. Машина сделана в форм-факторе монитора, правда, монитора без ножки. На стол эта конструкция ставится нижним торцом, а сзади подпирается подставкой. Оснащение вполне, на первый взгляд, приличное. Intel Atom 230 с частотой 1,6 ГГц, гигабайт оперативной памяти, жесткий диск на 160 ГБ, работает под управлением Microsoft Windows XP, самое слабое место этой модели – графика. Система оборудована слабеньким интегрированным видео Intel GMA 950 со 128-мегабайтной видеопамятью. Можно запускать игрушки 4-х пятилетней давности, например, какой-нибудь старый Tomb Raider. Но что-то более современное уже работает со скрипом. Например, Тест 3D Mark 06 даже и не стартует толком. Для нормальной работы с графикой, читай играми, NetTop должен быть оснащен графическим контроллером NVIDIA ION. С ним машинки на таком же процессоре показывают вполне приличные результаты. До рекордов далеко, но жить можно. С видео Idea Center C300 справляется лучше. Экран кинематографического разрешения, достаточно яркий и с очень приличной, учитывая цену матрицей. Просторный и большой, прям приятно. Справа от экрана DVD-накопитель, так что вставляем диск и вперед. Несмотря на встроенные колонки, звук довольно ясный и сочный, хотя некоторая пластмассовость и слышна. Коп достаточно тихий, это важно для машины, которая стоит в комнате. В комплект входит набор разнообразного ПО, по большей части бесполезного. Цена нашей конфигурации составляла 1777 рублей, что в общем дороговато. За модель со слабой графикой разумно было бы просить 1015, не больше. Впрочем, неплохой дисплей отчасти компенсирует цену. Ты вот вообще представляешь, Голосёныш, сколько в мире странных изобретений? Ну, скажи, какое ты самое большое число знаешь? Знаю, столько-то. Не, ну это как-то слишком много. В общем, тупых гаджетов на свете дофига. Ну а теперь пришло время наградить вашу поисковую активность. Все готовы? Голосятина? Готов. Отлично. Тимон 44. Олимпикс. Астри-йо. Ну, напряглись? Рано. Как сказал Кристофер Ламберт Майклу Айронсайду, прежде чем отрубить ему бошку, должен остаться только один. А вот теперь время напрягаться. Олимпикс в качестве претендента на победу предложил Веллофут. Острие-чумовые весы с животными вместо килограмм. Взвесившись на них, ваша девушка может быть оправданно названа свиньей. И Тимон 44 прислал темную сторону хлеба. Кому же достанется Дарк Войт? Еще секундочку терпения. Голосец. Я весь внимание. Отлично. Тимон 44, ты победитель, а остальные в пролете. Но большое спасибо за участие. Голосюш? Нужно как-нибудь разрядить, а то что-то они напряглись. Iris Note. Эта штука представляет собой цифровую ручку. Состоит из специальной ручки-дигитайзера и специального приемника сигнала. Приемник располагается на листке, на котором вы собираетесь писать. Затем берете ручку в руку и, собственно, пишете. Самой обычной пастой. В комплекте с Iris Note поставляется несколько обыкновенных шариковых стержней. Ну, разве что по размеру они поменьше, чем стандартные. Из-за того, что он необычного размера, будет непросто найти аналогичное в магазине канцелярских принадлежностей. Текст распознается достаточно хорошо. И английский, и русский рукописный. Судя по описанию, не возникнет проблем с распознаванием даже японского и китайского иероглифического письма. На небольшом экранчике приемника отображается служебная информация. Количество записей в его собственной памяти, процесс ввода текста, уровень заряда аккумулятора и прочее. Запись находится в виде картинки, а, собственно, распознаванием текста будет заниматься ПК, а точнее утилита MyScript Notes Lite. Именно она обеспечивает приемлемое качество получаемого текста. К недостаткам этой штуки можно отнести практическую бесполезность. Интересно, прикольно, забавно, дня два. Ну, или даже три. Потом понимаешь, что на клавиатуре напечаток проще и быстрее. Стоило бы тысячи полторы рублей, это еще ладно. Но просят за нее около шести тысяч. А это явно многовато. Скоро, очень скоро мы разыграем еще один Xbox 360. Следите за новыми выпусками. А также продолжайте поиск самых тупых гаджетов. И не забывайте постить ссылки. Пусть все поржут над гением разработчиков. С вами был Инспектор Гаджет и Голосюндрачка. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok